Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, вот мы слышали сейчас в чтении Евангелия от Йоанна, как Господь говорит совершенно откровенно, открыто говорит всю правду, несмотря на то, что эта правда вызывает ненависть. И во многих местах Евангелия от Йоанна мы видим, что Иисус не только не пытается избежать какие-то конфронтации, а как будто идет на эти конфронтации, как будто спровоцирует своих, ну скажем так, оппонентов, ну фарисеев, саддукеев и так далее. А то, что вот церковь нам предлагает сегодня, вот этот отрывок из пятой главы Евангелия от Йоанна, это очень сильные слова. Еще более искали убить его за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. Это, безусловно, никто не делал в Израиле. А вот Господь именно об этом говорит, вот когда Он говорит, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Когда Он говорит о том, что как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. То есть Он говорит о том, что у Него такая же власть, какая есть у самого Бога. Мы знаем, мы признаем, мы исповедуем, что Он и есть тоже Бог. Но понятно, что для тех людей, которые слушали проповедь Иисуса, эти слова были абсолютно неприемлемы. И тем не менее, Он говорит об этом совершенно откровенно. Вот последний стих сегодняшнего чтения из Евангелия, «Истина истина, говорю вам, слушающий Слово Мое, и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот эти слова и последующие за ними другие слова мы читаем как раз, когда отпеваем человека, когда... Эти слова показывают о том, что Он и есть Господин жизни и смерти, то есть что Он и есть Бог, и Он это не скрывает, и не старается угодить тем вот, кто имели духовную власть в то время. Но это может нас не удивить, ведь Он как раз есть Господь и Бог. Но вот в чтении из Деяния святых апостолов сегодняшнего мы видим, что такая же смелость бывает и у апостолов. Притом у тех самых апостолов, которые так боялись, которые вот скрылись, стали скрываться после смерти Учителя, которые боялись всего. Вот Петр и Иоанн, вот тот же Петр, который отрекся от своего Господа, вот здесь у него огромная сила. И настолько, что вот все удивляются, он и Иоанн только что исцелили человека, который не мог ходить с самого рождения. И вот это чудо стало известно. А затем Петр объясняет, какой силою, что вот во имя Иисуса Христа они совершили это чудо. И получается так, что вот и апостолы проповедуют с такой же смелостью, вот какая была у их Учителя, у Господа. И поэтому здесь вот сказано, что увидя смелости Петра и Иоанна, вот Синедрион решил им запретить. Притом еще подчеркивается, что они люди не книжные и простые. Мы знаем, насколько они были действительно слабыми. Но вот, несмотря на то, что те, которые имели духовную власть в то время, стараются их, ну, просто пугать, вот, и, как это здесь сказано, угрожают и запрещают им говорить. Вот Петр отвечает, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. И дальше вот эти удивительные слова, которые важны каждому христианину. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вот христианин как раз такой человек, который не может не говорить о том, что произошло в его жизни, о той удивительной встрече с воскресшим Христом, которая перевернула его жизнь. Он не может об этом не говорить. Вот сколько бы ему не запрещали, он должен об этом говорить. Должен по какому-то внутреннему повелению, потому что вот как раз надо слушать Бога больше, чем людей. И здесь, я думаю, эти слова заставляют нас задумываться. Действительно ли так мы живем? Действительно ли наша жизнь, уже наше поведение есть проповедью? И действительно ли мы говорим тогда, когда это не угодно? Это и каждая из нас индивидуально, и как бы вся церковь. Вот печально, когда церковь говорит только для того, чтобы угодить. Ну, чаще всего власти мужчин. Потому что в церкви есть вот эта заповедь от Господа. Говорить. Мы не можем не говорить. Даже тогда, когда это слово смущает и мешает тем, кто хочет творить не добро, а зло. Вот церковь не может молчать. Это огромная ответственность, которая, я повторяюсь, как на всю церковь, так и на каждого из нас. Поэтому давайте не будем бояться. Давайте не будем стараться угодить. А наоборот, будем говорить, говорить ту правду, которую нам показывает Господь.